Валдис, у нас мало времени, нам нужно показывать сегодняшние мастер-классы. Да успеем, мы же в кино идем, а не на поезд опаздываем. Там еще реклама вначале будет. Валдис. Ладно, все равно не могу уровень пройти. Друзья, я теряю мужа. Вот кто бы мог подумать, что его заберет у меня не работа, не машина, не даже футбол, а игры в телефоне. Как маленький, честное слово. Ну может быть у меня хоть одна слабость. Вот доиграю игру и все, больше ничего загружать не буду. Конечно не будешь, потому что с завтрашнего дня буду жестко контролировать то, как и сколько наш малыш занят с гаджетами. Начинаю с телевизора и заканчиваю твоими играми в телефоне. Так а я что против? Не надо ребенку давать никакие гаджеты. Я вот только доиграю в игру свою и все. Сдать оружие. До вечера. Ладно, жестокая ты женщина, Вера. Я не жестокая. Если бы ты слышал, что врачи говорят про гаджеты, а особенно влияние их на маленьких детей, ты бы тоже переживал, так же, как и я. Использование планшета, телефона длительное время делает ребенка несколько капризным и истеричным. Когда у него забирают такую любимую игрушку, он нервничает, он пытается вернуть свою любимую игрушку, поэтому он хитрит где-то, пытается как-то обмануть взрослого для того, чтобы достичь своей цели. Конечно, это вызывает раздражение родителей и иногда это вызывает какие-то негативные моменты со стороны психики ребенка. Длительное сидение в руках с планшетом вызывает напряжение мышц спины. Это может привести к нарушению осанки. Ребенок, как правило, очень редко регулирует расстояние от планшета. Он держит его так, как ему удобно. Создает повышенную нагрузку на мышцы глаза. Изменяется не только тонус мышц глаза, но может изменяться форма глаза. Это способствует развитию близорукости у детей. Помимо этого, длительная зрительная нагрузка очень часто вызывает у детей спазм мышц шеи. Это, как правило, приводит к головокружениям или головным болям. Если эту нагрузку не снизить, то эти моменты становятся хронические и в конечном итоге родителям приходится с этим обращаться к врачу. Моргательные движения становится более редким. Это приводит к пересушиванию конъюнктивы. В результате появляются моменты раздражения глазного яблока. Иногда вплоть до формирования каких-то воспалительных реакций. Существует несколько правил, при соблюдении которых отрицательное воздействие гаджетов будет минимизировано для наших детей. И мы позволим им не только развиваться умственно, творчески, но и физически тоже. Первое правило – это время использования планшетов и компьютеров в течение дня. Это время не должно превышать один час. Но это должен быть не постоянное в течение часа использование планшета или компьютера, а обязательно дозированное использование с перерывами где-то 20 минут. В течение работы с компьютером необходимо отвлекаться, разгружать глаза, смотреть куда-то вдаль. Лучше, если ребенок встанет и сделает несколько движений по комнате, посмотрит в окошко, поморгает глазами, потом он может продолжать безболезненно работать с компьютером. Вот видишь, даже врачи признают, что без гаджетов сегодня никуда. Хотя предупреждение про осанку и про зрение очень точное. Вот поэтому мы сейчас с тобой сделаем семейный тренажер. Очень полезная штука и всем пригодится. Ну-ка. Смотри, что у меня здесь есть. Так, ух ты, наклеечки! Это сюрприз для тебя. Класс. Я освобождаю рамку от картона, а ты выбираешь наклейку, которая тебе больше всего нравится. Так, я хочу планетку. Вот так. Куда? В серединку. Ага. Теперь смотри. Это такой тренажер для глаз. Я смотрю. Сначала я фокусирую взгляд на планете, потом на тебе, потом опять на планете и так далее. И это такая тренировка для глаз. И таким образом мы тренируем наше зрение и расслабляем наш взгляд. Ну а если у вас нет такой рамки дома, вы можете воспользоваться обычным оконным стеклом и сделать все то же самое. А это удобно. Кстати, я вспомнил про одно правило, о котором мне рассказывали в офисе. Называется правило по 30. В общем, нужно каждые 30 минут отрываться от компьютера и смотреть вдаль за окно на предмет, который располагается на расстоянии не менее 30 метров в течение 30 секунд. Так, еще раз. Каждые 30 минут смотреть на предмет на расстоянии 30 метров в течение 30 секунд. Угу, запомнила. Но мне кажется, что нашему малышу это может наскучить. И вообще я переживаю, что когда он подрастет, у него будет компьютерная зависимость. Он будет общаться с друзьями в соцсетях, как это сейчас делают наши хилые подростки, которые вообще не имеют никакого представления о реальной жизни. Друзья, каждый раз, когда Веру что-то тревожит, она идет куда? Психологу. Я уверен, что ты уже с Алиной побеседовала. Что она там рассказывала? Побеседовала, но все равно переживаю. Ну это твое нормальное состояние, ничего там страшного нет. Лучше расскажи, что Алина тебе посоветовала? Давай смотреть. Для того, чтобы не случился самый вот этот страшный страх, когда подросток сидит за компьютером целыми днями, важно начинать уделять этому внимание с самого раннего возраста. Потому что действительно маленькие дети сейчас, все умеют обращаться с планшетами. Дети, ну действительно, они очень включаются, им это очень интересно. все эти картинки, нажимать все эти кнопочки. Очень важно родителям как-то осознанно к этому моменту подходить. Потому что часто бывает так, что вроде мамы и папы боятся того, что ребенок привыкнет к компьютеру, но в то же время, в какой-то ситуации, когда им хочется, чтобы ребенок от них отстал или где-то побыл в своих каких-то занятиях, они спокойно дают ему планшет, включают какой-то мультик или какую-нибудь игрушку. И ребенок как раз сидит и там все эти кнопки нажимает. На самом деле, нет ничего прям сверх ужасного в этом, потому что все мы пользуемся этими телефонами, планшетами, компьютерами. Это просто издержки нашего времени. Но в то же время нужно обязательно следить за тем, чтобы этого было немного. Для того, чтобы ребенок не привык ко всем этим планшетам, к телефонам, очень важно проводить с ним много времени. То есть больше играть с ним, ходить с ним на площадку, играть с ним в мяч, лучше побегать, дать ему возможность пообщаться с другими детьми. То есть для того, чтобы этого привыкания не возникло, ну вот я сейчас про ранний возраст говорю, для этого нужно родителям самим очень много вкладываться, чтобы ребенок понимал, что удовольствие и счастье находятся там, где его родители, где другие дети, где весь этот мир, лужи, грязь, там, я не знаю, горки, лестницы и все остальное. Это все не означает, что ребенка нужно вообще лишить, да, каких-то игр, телефонов, планшетов и так далее. Ну, потому что точно он видит, что у его сверстников это есть, и он будет, ну, как-то чувствовать себя каким-то обделенным, может быть, не идущим в ногу со временем и так далее. Вот, поэтому если вы все-таки купили ребенку, да, там, планшет, телефон или компьютер, с играми, очень важно не отпускать это на самотек, а следить за тем, что там вообще происходит, в какие игры он играет. С одной стороны, ну, важно смотреть, чтобы это не было, ну, что-то такое с кровопролитием, да, какие-то там страшные стрелялки и все такое, с другой стороны, если даже все равно ребенок настаивает и говорит, что ему эта игра нравится, да, что он хочет играть только в эту и не в какую другую, вот, очень важно, опять же, вступать с ним в контакт, то есть можно, допустим, сесть рядом, поспрашивать, а что у тебя за игра, да, а что ты делаешь, а кого тут тебе нужно достать, убить, а как ты там эти патроны заполучаешь и так далее, да, то есть поддерживать с ним в контакт в том, во что он играет. Знаешь, раз ты даже после таких советов волнуешься, может, вообще стоит радикально подойти? Есть у меня для тебя и такой пример. Так поступила моя знакомая актерская семья. Ну не знаю, как же мультики, они тоже не показывают ребенку? Не, ну нет, не так все сурово, ну вот посмотри. Здравствуйте, меня зовут Алексей Замко, я актер молодежного театра, а это моя семья, это моя супруга Анна Замко, тоже актриса молодежного театра, и наша Ксюша, наша малышка, ей два годика и три месяца. Наша первая и единственная дочь. Надеюсь, не последняя. Радость наших бабушек и дедушек. Мы с гаджетами, мы сами лично, как бы, таких... вообще как-то так сложилось, года четыре назад, года три мы даже не смотрели, как-то отказались от телевизора. В крайне редких случаях там... Слишком много времени нашей жизни занимает. То есть вообще не включаем. Снова смотрим по компьютеру и так далее. Читаю, поэтому время мы занимаем книгами. Да. Взял барашек карандашик, взял... Единственная встреча с гаджетами у ребенка – это мультики, но не в компьютере. Вот как бы так. Со своими телефонами мы не даем категорически, то есть отводим. Мы ей не даем, она их не знает. Поэтому, как бы, проблемы с этим пока нет. У других она... Но мультики мы тоже дозируем, не больше трех мультиков подряд. И стараемся ей сидеть и комментировать их, чтобы она понимала, что плохо, что хорошо, кто кому зайчик, кто кому мальчик. Так, Сюша? Ну, что очень важно, чтобы ребенок понимал, не просто ему было интересно смотреть вот картинку какую-то, а чтобы он понимал, кто есть, что есть. Мораль оттуда. Да. Чтобы воспитывалась нравственность ни больше, ни меньше. Какие они милые. Нам с тобой такие радикальные способы не подходят. Почему это? Они очень творческие и могут собой заменить ребенку и телевизор, и планшет, и телефон с играми, у нас с тобой таких талантов нет. Нет, ну и я, конечно, артистичен, но, пожалуй, конкуренцию с компьютером я не выдержу. Поэтому будем пользоваться проверенными способами ограничения времени. Ну и, конечно, побольше играть с ребенком в обычные игры. Вот и отлично, вот и договорились. Нет, ну это вообще издевательство какое-то. Игра не сохранилась, теперь все заново проходить. Валдис, это знак. Знак, что пора собираться в кино. Ну, пора. Ладно, всем пока. До встречи. Ждите новые советы от наших специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин